Конечно, наверное, я совсем отстал от жизни. Вернее, я потерял связь с российской жизнью. Вот сегодня замелькали фотографии о так называемой акции «Монстрации», проходящей по всей России. Я залез в интернет и посчитал. Оказывается, это началось в Новосибирске в 2004 году, когда была организована своего рода альтернатива демонстрации. Отсюда и название «Монстрация». Я просмотрел десятки фотографий, лозунги, которые несли эти молодые люди, и действительно ощущение, что это такая палата номер 6 вышла погулять. Оказывается, это такая художественная акция, где посредством лозунгов и транспарантов участники используют средства коммуникации для общения со зрителями, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность. Вот так сложно. Дальше после Новосибирска эту акцию, естественно, поддержали все большие города. Ну, в России, вы знаете, на такое подпишутся обязательно. И вот теперь это уже стало такой любимой народной забавой, как я это понимаю, судя по тому, что это разрастается. Главная цель «Монстрантов» выразить себя, выступить с абсурдными плакатами. Ну и, как видно, им это удается, плюс некоторые из них скандируют «Крокодил, крокодил, 42», «Светофор», «Таня, не плачь», «Я больше не буду». В общем, всякая ерунда. А кому сейчас легко? Сейчас легко! А кому сейчас легко? А кому сейчас легко? Кому сейчас легко? 42! 42! О, солнышко! О, солнышко! Солнышко! О, солнышко! Там забор! Единь! Там забор! Там забор! Там забор! Там забор! Там забор! Мне интересно будет знать ваше мнение. Может быть, я действительно настолько не отношусь к этой возрастной категории, либо я уже так далек от российской жизни. Объясните мне вот что? Почему, глядя на все это шествие, у меня почему-то не возникает какого-то радостного ощущения? Меня почему-то это не вызывает улыбку? Я не могу понять, это не карнавал? Это не акция протеста? Это нечто, послушайте, когда молодые выражают себя. Значит, вот это, написать вот такой плакат, это значит выразить себя? Я что-то совсем не улавливаю в смысле всех этих акций. И что интересно, они многочисленные, их подхватывают все новые и новые города. Видимо, мне трудно будет объяснить, что меня отталкивает от подобных акций. Возможно, ощущение, что молодые русские студенты, креативные люди, готовы подписаться на всякую фигню. Возникает такая мысль, это молодая, самая активная часть населения. Но почему, например, они же не готовы бороться за свою свободу? Они же не выходят на действительно необходимые митинги в поддержку пусть даже того же Навального или кого-то еще. А вот для того, чтобы выйти с картоном на башке и написать «Крыша едет», ну, чтобы выйти с плакатом «Любви все возрасты попкорны» или «Вся власть с авиатом» и прочее, это ведь нужно взять время, вырезать все эти буквы, все это написать и выйти вот с этой ерундой на площади или улице своего города. Что должно это в конечном счете выражать? Я не понимаю ни политического смысла, ни какого-то художественного смысла я здесь не вижу. Это и не протест, это и не требования. Россия выражает так свою креативность, либо все это можно выразить вот в этом лозунге. Одним словом, для меня вся эта монстрация сплошная загадка. Может быть, я чего-то не улавливаю, может быть, есть в этом какой-то скрытый смысл, который от меня ускользает, либо это просто показатель того, что страна окончательно сошла с ума, и вот она прямая тому демонстрация.